Хотя Институт гражданских прав Бирмингема ответил отказом на мои просьбы назвать веские причины подобного решения, впоследствии я узнала, что вопросы вызвала моя длительная поддержка борьбы за справедливость для Палестины. Некоторые поклонники Дэвис в знак протеста вышли на улицы Бирмингема, а другие поддержали ее в интернете. Фред Ли Шелтлсверд – это хередрость! Это позор! Это позор! Я поддерживаю мою дорогую сестру и подругу Анжелу Дэвис. Этот человек, Марк Ламон Хилл, работал обозревателем на CNN, до тех пор, пока однажды в эфире не выступил в поддержку прав палестинцев и не осудил меры, которые принимает Израиль для подавления несогласных. Выражение «от реки до моря» часто использует Хамас, одна из крупнейших палестинских партий, которую США считают террористической организацией. В Америке почти гражданская война. Что будет дальше с движением за справедливость и равенство, толчок которому дало убийство Джорджа Флойда? Спросим у одной из главных активисток в истории Анжелы Дэвис. Обсудим специфику протестов в условиях применения властями бронетехники и слезоточивого газа. Попытаемся понять, изменилось ли что-то с тех пор, как ФБР внесло ее в список самых опасных преступников. Протесты, которые сейчас идут по всему миру. Многие задаются вопросом, как это политическое движение могло бы добиться настоящих перемен. У нас в гостях женщина, которая не понаслышке знает, как тяжело бороться против угнетения и расового капитализма. Это легендарная активистка черных пантер Анжела Дэвис. Ее борьба за равенство в 60-х, 70-х привела к тому, что Ричард Никсон, президент США в то время, назвал ее опасным террористом. Анжела на связи по скайпу из Окленда, в Калифорнии. Политикам, конечно, потребуется сделать намного больше, чем встать на колено, как Колин Каперник. И намного больше, чем надеть ганское кенте. Посмотрим, что произойдет в дальнейшем. Шотландия проголосовала за прекращение экспорта в США слезоточивого газа, резиновых пуль и полицейских щитов. Как вы считаете, другим странам тоже надо перестать продавать США снаряжение, предназначенное для пресечения беспорядков, учитывая, какие кадры с места событий мы видели? Конечно, да. Мне кажется, здесь важно отметить, что в 2014 году, во время восстания в Фергюсоне, обнаружилась милитаризация американской полиции. Как выяснилось, там применялся слезоточивый газ, который использовался в оккупированной Палестине. Мы узнали, что сотрудники многих полицейских департаментов США, в том числе и небольших, таких как Фергюсоне, обучались израильскими военными в том, что касается проведения антиповстанческих операций. Я также слышала, что Израиль помогал подготовить полицию Миннеаполиса. Я не уверена, касалось ли это тех полицейских, которые обвиняются в убийстве Джорджа Флойда. Но мне кажется, нужно помнить, что существует важная связь между противостояниями в США и в Палестине. Об этом говорили в 1960-е годы, затем в 2014 году, и сейчас эту связь тоже нужно подчеркнуть. Дальше я показал, собственно, самого Флойда. Как я показал Флойда? Как его вот брали, то есть ногу поставили ему там на голову. А потом знаете, что я показал? Много-много фотографий из сектора газа. И там палестинцев вот так же ставят. Ну, то есть, израильские военнослужащие. Потому что так все военнослужащие берут людей, которые могут предоставлять потенциальную угрозу. Точно так же ставят ногу, колено. Смотрите, друзья, а многие ли из них скончались? Не знаете? А никто из них не умер, не знаете? Не спрашивали? Это всем по барабану. Потому что не брошены силы, такие же силы, на то, чтобы из этого создать что-то, нечто. Нужно помнить, что существует важная связь между противостояниями в США и в Палестине. Об этом говорили в 1960-е годы, затем в 2014 году. И сейчас эту связь тоже нужно подчеркнуть. А ведь это возможно что за основан строительство, но техник возможность спросить за 80점, за 1 demande на территории День Là или была бы щway. Но кто-то с х督. Он же назначал его Books. Что за основан строительство, может стать всё. Продолжение следует...